Чэн Ди, 12-й император династии Хань в Китае, правил с 33-го года до н.э. до 7-го года до н.э. сын императора Юань Ди, императрица Ван. Происхождение ранние годы, женой Юань Ди была императрица Ван, которая выбрала ему из самых красивых девушек еще его мать. Дополнительно у него были две любимые наложницы, Фу и Фэн Юань. У каждой было по сыну, Люао стал наследником как сын самой императрицы Ван. Принц Кан, сын наложницы Фу, отличался многочисленными достоинствами, тогда как принц Ау интересовался преимущественно женщинами и пьяным оргиями, однако братья вместе воспитывались и дружили. Интриги с целью заменить наследника престола окончились безрезультатно характеристика правления. Отец вдовствующей императрицы Ван в свое время получил титул Хоу, который позднее унаследовали братья императрицы. Клан Ван стал усиляться, представители клана стали поочередно занимать должность верховного главнокомандующего, которая 8 до н. э. досталась Ван Ману, племяннику вдовствующей императрицы. Историки оценивают правление Ченди как период деградации империи, когда коррупция достигла чудовищных размеров, а бунты стали подниматься по всей стране. Хотя в исторических сочинениях говорится, что император полностью подчинялся своей матери и дядям семейства Ван, данное мнение является преувеличенным. Негативная оценка историков деятельности императора связана также с тем фактом, что подготовилась почва для взлета Ван Мана и ликвидации династии. Ситуация, когда вдовствующая императрица забирала власть и насаждала на высшие должности родственников из своего клана потом часто повторялась в восточно-ханьский период. Семья и наследование, жена императора Сю не могла родить детей. Также не было детей у первой любимой наложницы Бин. Он взял себе в наложницы двух сестер-танцовщиц Джауи Фэйяни Джауи Хэде. Сестер-танцовщиц Джауи вступили в сложные дворцовые интриги. К ним плохо относилась вдовствующая императрица Ван. Точно так же не было детей у следующей фаворитки – наложницы Ли в 9 до Н. И, когда вопрос о наследии стал остро, наследником стал сын его брата Лю Кана Сень, ставший вскоре императором Айди. Его мать при этом сделала огромные подарки вдовствующей императрице Ван. Когда император внезапно умер, ничего не осталось делать, как возвести Айди на трон. Когда императрица Ван организовала следствие в гаремах покойного императора, выяснилось, что у него было два ребенка от других наложниц в 12 до Н. И в 11 году до н.э. Но оба были убиты практически сразу после рождения по указанию сестер Джауи. Император умер в результате передозировки афродизиака, который ему дала Джауи Хэ Дэ Ры правления Дзянь Шэ от 32 до 28 до Н.э. Хэ Пин от 28 до 25 до Н.э. Ян Шо от 24 до 21 год до Н.э. Хун Зя от 20 до 17 год до Н.э. Юн Шэ от 16 до 13 год до Н.э. Юань Янь от 12 до 9 год до Н.э. Суи Хэ от 8 до 7 год до Н.э.